Привет всем! Сегодня, не поверите, кто меня смотрит, это умора. Я сегодня получила второе письмо с банка. Это уже, я уже не знаю, два месяца, наверное, прошло. Последнее письмо, что я получила с банка, там же был мой пин-код. Вот, я ж, видя вот это, я ж как бы начала со стирания. Я сразу, я же, у меня очень плохая привычка не читать. Я вижу это, я знаю, уже когда-то получала что-то, вытираешь, и все нормально. Я начинаю вытирать, не вытирается. Думаю, надо, короче, читать. Начинаю читать, не знаю слова, начинаю переводить. Очисти. Очисти. Стрелочка. Я ее, кстати, даже не сразу увидела. Перевернула. Думаю, просвечивается. Это вообще... Ой, умора. Короче, я начала вот это вот отдирать. Отдирала. Уже увидела, что сзади, сзади эта штука, но там как оно, как наклейка получается. Я отодрала один слой. И не, оно как бы... Не, ну, ничего нету. Я, короче, я с этим всем пошла пару дней назад в банк. Вот. Очередь еще была длинная какая-то. Я не знаю, минут 15 просто в очереди стояла. Потом подхожу, даю ему вот это, листик, эту штучку свою, говорю. Я получила карты. Я ими еще не пользовалась. Я не могла в приложении посмотреть пин-код. Говорю, здесь два часа мы в банке простояли, решали эту проблему. Мне пришло письмо с кодом, но говорю, я, наверное, трохи глуповатая. Короче, sorry for my stupid mind. Что-то я, короче, там наляпала. Говорю, ну я не могу это открыть, помогите. Он, короче, тоже стал, начал открывать. В итоге понял, что это будет долго. Пошел что-то там решать. Вот, и в итоге сказал, что мне придет заново, придет новое. Вот. И вот оно пришло. Мне сейчас надо открыть. Я решила это сделать на видео, потому что это просто весело. Так, я уже умудрилась сломать свою селфи-палку. Короче, надо штатив купить, это вообще не дело. Я все время мучаюсь, как его поставить в свой телефон. В общем, вот это сзади, оказывается, это вот это окошко, что надо. Тут нарисована, типа, ну, наклейка. Но я просто с этой стороны не вижу разницы, с какой стороны наклейку отдирать. Я ее с этой отдирала, потому что оно реально тут чувствуется, что что-то. Так, ну шо? Надеюсь, я это сделаю быстро. Вот она уже идет, но она не наклейка. Знаете, как бывает, вот наклейка же она быстро уходит. Ну, так, как это, скользкая. А если ты возьмешь не там, оно как бумагу оттирает. Вот у меня пошло, как бумага оттирать. Это неправильно. Сейчас опять будут проблемы, короче, у меня. Надо быстренько. И с этой стороны у меня не так. Жесть. Tab A, bend and peel from type ab. С середины написано. А я начала по бокам. Ну, слушайте, по бокам же удобнее наклейку сдирать. Кто начинает вот отсюда? С середины. Отдирается вся. Короче, я сейчас опять что-то не то сделаю. О! О! Это вообще не то, что я думала. О! Это вообще не так, как я думала. Это какая-то не наклейка, а... Я, по сути, у меня где-то этот корешок даже остался. Я могу даже его отодрать. Короче, кот отодрала. Есть. Кот. Какая-то клеенка получается. Это не наклейка, а какая-то клееночка. А смотреть с этой стороны. Да. Ну, все. Главное, что я это сделала. И мне не надо идти в банк, потому что я реально запарилась. Показывай. Вот это Лада, мам. Помнишь? Вот это Лада. Так, Веня, новое произведение начинается. Хорошо. Ты не хочешь настройки поменять, чтобы оно так быстро не выключалось? Как ты это терпишь? Да я одна такая нервная. Как холодильник. Кстати, я уже без кода в прошлый раз тоже интересно. Подхожу к банкомату. То есть я зашла в банк, сразу пошла к банкомату, хотела просто положить деньги. Я не думала идти вот это позориться с этим пин-кодом. Вот. Захожу, значит, вставляю карточку. И с того перечня, что там было написано, я не нашла там типа пополнить. Посмотрела в переводе, как это пополнить. Короче, не увидела. Но увидела баланс. Знаю, что баланс покажет только с пин-кодом. Но больше ничего такого не было. Вот. Нажимаю я баланс. Оно показывает. Введите пин-код. И на этом этапе я типа закрыть. Забираю карточку. Вставляю ее еще раз. Думаю, посмотрю. Внимательнее почитаю. Только я ее вставила, оно мне сразу. Введите пин-код. Я, короче, поняла, вытащила. И пошла вот это в очередь разбираться. Потом, когда мы с ним разговаривали, он сказал, что я ответил вас. И вам, короче, через три дня придет код. Вот. И я говорю, можно ли положить деньги на карту без пин-кода? Говорит, да. Говорю, я пробовала, у меня не получилось. Говорит, я вам помогу. Вот. Мы идем, но идем к другому аппарату. Я говорю, они такие же? Потому что я была в том. И что-то он сказал, честно говоря, я не поняла. Короче, я говорю, вставляйте. Ну, типа, вставляю карту. И там немножко другой... Ну, высветилось другой. Вот. Когда я стояла в очереди, рассматривала эти банкоматики, что там написано, то вот эти два где-то, там было pay in. Ну, типа, заплати в... Ну, положи деньги. Ну, я так себе размышляю. Два автоматика. Третий был... Еще можно деньги получить. Вот. То я была в том, что pay in. Короче, у меня не получилось. Вот. А он, то самое, мне провел, как бы я положила трехи денег туда. И уже даже за школу там уже где-то заплатила. Вот. Так что пошла жара уже. Хочу там витамины какие-то заказать. Я убираю. Эмочка убирает. Хорошо. Все жизнь убирает. И вон она рисует. Так, Эмма, краски на стол, пожалуйста, на стол. Сейчас будет красками рисовать. Я побежала, сбегаю на йогу быстренько. Смотрите, что я буду рисовать. Да, Эмочка рисует. На Рождество мы рисуем всем. Да, зубик второй он там тоже хочет выпасть. Выпал. Взрослеет. Я его всегда шатала, чтобы он выпал. Я крутила его. Он крутился, и он выпал. Я всегда так хотела. Он только на ручку. Хорошо, хорошо. Я посидула. Все, я пошла. Ну все, пока, пока-пока. У Голтиса я вышла, короче, на какую-то группу Голтиса, где это мои тренировки были в Украине. А я вышла, они там распродают курсы. В общем, вышла на одного человека из группы и позадавала кучу вопросов по поводу того, что я здесь слетела с этих занятий. Но я понимаю, что я пошла на йогу, но я понимаю, что это вообще не то. Не то. Вот йога, ну, идут растяжки, я их чувствую. Но та эффективность, как от Голтиса, я вам говорю, вот я за свою жизнь, сколько я на фитнес ходила, на тренажеры какие-то ходила, везде чем-то занималась, прыгала дома, что-то там делала. В бассейн ходила и все, на эту йогу сейчас пошла. То вот эти вот Голтиса упражнения вообще не стоят и близко с тем, что я наоборот все. То все близко не стоит с упражнениями Голтиса по эффективности, по тому, как я ощущала, что оно прям до косточек доходит. И они очень странные упражнения, они необычные. И они нацелены на здоровье и на, как это, коррекцию фигуры, на восстановление организма. Просто уникальные. Погуглите вообще Голтис, Голтис, кто это, сколько ему лет, его история. Это просто, как я на него попала, не могу вспомнить, не могу найти, каким таким чудесным образом вообще я вышла на этого человека. Короче, и вот на меня эта девочка, это я и тетечка. Я ей там куча вопросов, что я хотела бы заниматься. Но я не могу здесь заниматься моими упражнениями, потому что у меня нет стола, у меня нет перекладинки, у меня нету брусков, у меня нету что-то там еще надо. Я говорю, и я соскакиваю, даже если есть другие упражнения, но нужно мне вот что-то. Ну, короче, в мозгах, говорю, я не могу, и она долгая тренировка. Она мне скидывает ссылку, где куча тренировок. Я в шоке была, я столько не видела у них, не знала, что у них столько тренировок. Я увидела там осанка, у меня же всю жизнь страдают осанкой, у меня какой-то горд, все время голова туда, шея туда, все не нравится. И сколько я не занимаюсь, на массажи ходила, я не удовлетворена своей осанкой. И я когда у него увидела как-то там экспресс осанка, я сразу хочу, хочу, хочу. Вот, а сейчас у них все по 50%, так как из-за войны они тоже переживают какие-то там кризисы в фильме или что. Причем у них же много россиян было, и многие же не поддерживают Украину, естественно. Веня, раздевайся уже, Вень. О, ужас. Сравнительное большинство... Кто-то готовит кушать. Сравнительное большинство россиян не поддерживают Украину вообще. То есть они где-то на Луне, вы там сами или вы нас, или, короче, какую-то ерунду умелят. И это же не только у меня в комментариях, а это и у Голтиса, и у всех, кто у нас в бизнесе вел нормально с россиянами. И получается так, что всех блокируют, всех убирают, идите гуляйте. Ну, потому что никто не хочет в своем окружении иметь токсичных людей, то есть которые есть и нормальные. Таких все, никто их не выкидывает. Все поддерживают отношения с нормальными, адекватными людьми. Кто... Вон, я буквально вчера слушала «Фентиллект», я слушала этого Эдварда Дубинского. Насколько я знаю, что это россиянин. Вот, ну, Боже, как красиво говорит, и как... То есть все, говорит, правительство называет монстрами, то есть что творят его же правительство. Все называет своими именами. И говорит, мы... Говорит, хочу, чтобы злые люди, которые это все творят в Украине, были наказаны. Это приятно слушать, потому что человек адекватный. И, ну, россиянин, не россиянин, то есть нету злости на всю страну, на всех людей. И это просто... И у меня в подписчиках есть тоже нормальные, адекватные люди. Поэтому их бизнес Голтиса тоже переживает большие, ну, кризисы. То, что много людей ушло, вот. И они делают там 50-50% распродажу на все. И, короче, я пообщалась, рассказала свою ситуацию, что у меня и как у меня. Вот, и она мне там посоветовала, что взять, что делать и что дальше. Сейчас мы с ней общаемся по БАДам, потому что есть у Голтиса своего ничего нет, но он общался со многими разными другими компаниями. И вот, и одну он компанию выбрал, то, что он... Ну, у них философии схожие, взгляды, мировоззрение, ну, все такое. То есть он там рекомендует эту компанию. И даже один продукт он назвал, дал ему свое имя. Вот. И, короче, общалась вот по этим БАДам, чтобы тоже их купить. Потому что реально со здоровьем, с телом реально проблемы. Тем более я все время хожу, у меня все время трещат колени. Вот. Я очень аккуратно, осторожно бегаю, потому что боюсь, чтобы у меня что-то где-то не... Ну, не хочу, чтобы у меня где-то что-то хряцнуло, треснуло, сломалось и такое. А все может быть. Так, что Веня нарисовал? Ну, у тебя не джип получился, а четверка, это, жигули четверка. Жигуль надо чуть уже и повыше. Это Лада, а не жигули. Получился... Ну, Лада, да. Лада это жигули. Это жигули. Ну, получился не джип, а обычный... Сейчас, секунду. На, Веня. Поэтому понимаю, что нужна какая-то питание отвратительное. Как бы я тут овощи не выдирала, пытаюсь овощи брать, пытаюсь мясо с мясом здесь вообще. Ну, такое же невкусное. Какое тут невкусное мясо? Та же самая, ну, говядина, свинина, курятина. Вот есть, что и у нас. Ну, как у нас вкусно ее готовят. Но это просто... Ты ешь просто вот... А тут это невозможно. Кусок мяса вот лежит, ты его ешь, оно сухое просто, сухое. Я не могу это есть. Поначалу, когда ты приехал, вау, все было, вау. А сейчас я уже... У людей уже просто... Ну, короче. И получается с белком проблемы. Мясо я часто здесь не беру и не ем. А ем одни... А овощи здесь, получается, горошек, морковка, кукуруза. И они ее чередуют. Спаржа, брокколи и цветная капуста. Вот это арсенал здесь овощей. Вот. И, ну, ты можешь пройти просто горошек. Вот, из овощей горошек. Ты берешь горошек в свою тарелку такой, ходишь. Картошка всегда в мундирах такая. Только она в мундирах, как бы, она, наверное, запеченная. Вот. А я от картошки отказываюсь. Голдис вообще говорит, убрать. Убрать картошку вообще с рациона. Не ограничить, как бы, уменьшить, а убрать. Вот. Картошка. Потом пюре картошка здесь. И еще и фри картошка. Это каждый день. Сосиски. Вот это мясо непонятное. Оно непонятное. И вот из овощей. Придешь горошек, например. Из салата они делают чаще всего просто листья. Листья руколы, листья шпината. Просто вот лежат листья. Иногда они туда добавляют чуть-чуть огурца. Но его там надо реально найти. Иногда помидоры. Иногда добавляют еще капусту. Иногда придешь практически все там. Еще и заправлено. Ты такой, вау, но его быстро разбирают. Ну вот. И ты приходишь кушать. А еще вермишель бывает. Еще бывает очень редко рис. Вот. Как бы углеводы. Углеводы вечером вообще никто из нутрициологов вообще. И даже сам Голтис не советует. Еще более того, Голтис одно из правил питания. Отделить белки от углеводов. Соответственно, я прихожу на ужин. Мне, по сути, по правильному питанию нужны много овощей. Приготовленные. Не свежие. Приготовленные. И мясо. Вот. Я прихожу. К примеру, горошек, например, там с кукурузой. Или там горошек с морковкой. Вот. Мясо. Я уже давно не брала здесь мясо. И вот это рукола. И вот эти листья. Ужин. Иногда приходится брать картошку. Хотя бы вот эту. Читала, смотрела гликемический индекс всякой картошки. То вот это вот в мундире, как бы запеченная. В принципе, более-менее. Иногда беру эту вермишель. Вот. Иногда бывает здесь вот капуста сваренная с цветной капустой. Ну, такая капуста и цветная капуста. Беру ее еще так много. Оно все не подсоленное какое-то. Оно все... Оно невкусное. Реально. Просто невкусно. Оно все... Короче, с питанием. Не хотела длинное видео. Не хотела вообще. Не планировала за питание говорить. Но получается, что с питанием здесь реально очень плохо. Теперь, Эмочка. А что это ты рисовала? Я не знаю. У меня что-то не так сильно получилось. Не так сильно получилось? А ну поверни ко мне сюда. Ко мне поверни. А что же это ты такое рисовала? Кораблик какой-то? На корабль похоже. Как будто он горит. Горит корабль. А ты что рисовала? Какая у тебя идея была? Не знаю. Не знаешь? Не знаю, что ты купил. Ладно. Ой, наверное, это приклеить... Мне нужно, чтобы... Такой круг. И так. Нет, чтобы это все было нарисовано. И так. Не наступи. Эмма. Наступи. Я, получается, сейчас... Вот я уже два месяца здесь веду бюджет. Я всю жизнь вела бюджет. Но как-то с войной я сбросилась это у меня. И сейчас я опять уже начала. У меня уходит то, что я не плачу за... Не плачу за свет, за газ. За что я не плачу? За жилье не плачу. Я покупаю только еду. Я покупаю... Мы же еще покупали в школу детям. Сейчас им начали уже давать в школе. А то ж... И они там начинают то хочу, то хочу. Короче. Мы делали бутерброды им. Хотя здесь дают бутерброды, но они опять же... Здесь так похабно делают бутерброды. Просто куча хлеба вот этого ихнего. И малюсенький кусочек какой-то колбасы или сыра. Вот. Короче, мы и сами покупали на бутерброды тот хлеб, который мы хотим. И тот сыр, и это. Плюс постоянно фрукты, постоянно. Я себе авокадо уже беру постоянно. Какой-то цельнозерновой хлеб я здесь нашла. Я так думаю. Я правда еще не переводила. Ну так, чуть-чуть что-то читала. Ну выглядит он таким. Короче, получается я налегаю на этот вечерами. Или в обед, в обед. Ем этот хлеб. Куча там авокадо. Целое авокадо беру, делю на это. Вот. Ложу там сыр. И покупаю, приходится покупать капусту уже порезанную. Туда кидаю. Я уже снимала там видео, как я примерно делаю. Бывает, это не смешиваю салат. Бывает. Ну то есть, я покупаю много продуктов. Получается куча. Вон у меня орехов стоит, куча фруктов. Заставляю детей есть фрукты. Хоть какие-то, чтобы витамины шли. Потому что питание некудышное. Вот. То по бюджету смотрела, что у меня 1000 евро. С гашником чуть-чуть даже больше. Плюс же, я за кружки плачу. В школе там же, платишь. Одежду же надо покупать. Какую-то. Какая-то маленькая у детей становится. Какая-то изнашивается. Какая-то плохого качества. Выходит из строя быстро. Ну, это в основном все, что мы покупаем. Иногда мы там ездим куда-то. Ну, в джемп-зону мы уже давно не ездили. Ну, короче, куда-то мы там ездим. Вот. Как лето было, мы ездили там в Дублин. Это еще выходило. У меня 50 евро я ложила на лип-карту. Ну, на проездной типа. И за месяц у меня где-то 60. 60 евро выходило. Сейчас меньше, потому что школа, и мы особо не ездим. Вот. Ну, пошли кружки, короче. Тысяча евро набегает вот здесь. Прикиньте, тысяча евро. В Украине это цифра. Тысяча евро. Это 40 тысяч гривен. Ну, короче. Это почти все, что мы получаем здесь. Вот. То есть, я представляю себе жить в своем жилье. Да, это с тем, что тут мы еще и ужинаем. Вот. Колючка. Колючка. Кручка, наверное, добавившись. Всем привет. Так, читаем. Не будем читать. Но книжка у меня появилась. У Эммы тоже книжка. Давайте продолжим вот эту. Да. Мы читаем очень классную книжку. Кстати, это книжка. Можете посылать и распределить. Написание в Украине. Попитие. Приводы Тома Сорева. Если вы знаете, то купите и поставьте лайк. Подписывайтесь. Мы сейчас читаем английскую книжку. Так что, всем пока. И вот. Эммочка, все, закрывай. Давайте читаем быстренько. Мне надо в библиотеку вот эти книжечки сдать. Ну что? Сilly races. Кипер ran. Finish. I don't know what they want. Кипер got a banana. Кипер. Maybe it's a keeper, yes? Что такое кипер? Maybe his name. Кипер got a banana. Cat. Cat? Yes, cat. Окей. Закрой пока ту книжечку. Окей, let's start again this book. Эммочка, попозже, попозже, давай. Ну, мы там иногда куда-то ходим. По воскресеньям мы ходили в эту украинское кафе. Но оно не украинское. Ну, там есть украинские повара. И мы кушали там больше. Это реально дюшево стоило. Но подружка ходила в воскресенье. Говорит, сняли это меню украинское. Потому что мало посетителей. Мало приходят, заказывают украинскую еду. Вот, жалко. Так хоть было, хоть место, где можно было покушать. Вот. Ну, такое, короче, с питанием плохо. Надо эти баты подкупать какие-то постоянно витаминчики. Потому что я тут какой-то чай купила. Какой он? Ну, типа для желудка. Вот. Такой чай купила. По утрам пью травку. Имбирь тут. И что-то там. Ну, вот интересно. Я дома пила имбирь. Мне горько было. Вот здесь этот чай прикольный. Даже малые пили. Либо его там так мало. Либо трава, которая еще идет с ним. Может, она забивает немножко. Заглушает этот. Ну, короче, пропью. Потом еще какой-то куплю другой чаек. Вот такие травки там по утрам пью. Прочитала опять у Голтиса. Я это проходила, но подзабыла, что до 12 часов нежелательно кушать твердую пищу. То есть, вот, травки пить. Можно йогурт или что-то кисломолочное. Вот, ягоды, фрукты. Это всегда можно. Ну, орешки еще, по-моему, и сухофрукты можно. Вот такой до 12, когда идет естественное очищение кишечника. Вот. Поэтому у меня с плеч спало, что мне не надо идти вот эти омлеты. Я их на день, бывает, переношу омлетом. Делаю. И, кстати, в омлет кидаю. Надо как-то там заснять. Все, что только можно. Какие-то овощи нахожу, кидаю в омлет. И прикольненько получается. И рыбу еще кидаю туда. Вот. Такое. Так что, короче, растраты тоже приличные. И вот на Голтиса вышло. Это очень хорошо. А сейчас, кстати, я еще заметила, что я уменьшаю видео. То есть, мне уже, мне немножко спадает мотивация. Потому что, ну как, я так и планировала изначально не сидеть. Я не хочу сидеть постоянно днями, с утра, там, каждый день сидеть и клепать видео. Вообще не было такой цели. Это я просто догоняла то, что я наснимала, наснимала. Вовремя не выложила. И мне пришлось. И поэтому там суббота, воскресенье я сижу там. Дети здесь, а я сижу, клепаю, что-то там делаю. Мне это не устраивало. Поэтому хочу выйти на нормальный режим. Изредка делать там два видео в неделю. Вот. И заниматься больше детьми, больше читать. Я сейчас книжки из Украины нам мы заказали. Вот. Надо сидеть детьми заниматься, читать, читать, читать. Вот. Еще тут вчера в церкви попросила украинскую или русская, украинская книжка. Вот. Надо сидеть детьми заниматься, игры с ними выиграть. Он там в монополе у нас, там тудым-сюдым. С ребенком. Сейчас мы готовимся к Рождеству, потому что там у нас большие подарки. Готовятся у меня идеи. Сейчас не буду на это видео говорить, потому что дети мои могут слушать. Скажу это в отдельном потом видео, покажу, как мы готовимся. С детьми тоже у меня не очень это самое. Мне там написала дочка вчера, что я разбила семью, что я убежала. Войны, как она говорит, войны не было, ты убежала. В Ирландию. Вот. Не хочу сейчас, вообще не хочу ничего плохого или что-то говорить о моих детях. Просто говорю, что мне нелегко. Вот об этом мой спич, что нелегко в отношениях, нелегко как бы в распорядке. Все это тяжело. Но ищем в этом всем как бы как правильно, как внести мир. Мы миротворцы, божьи дети. И ищу, как быть полезной Богу вообще здесь, в том месте, где я есть. Ну, такое. Так что пошла делать свои. У меня там сейчас какие-то дела я там хотела сделать. Кстати, хочу брови себе еще сделать. Хочу где-то. Я уже списалась с двумя мастерами, чтобы хочу найти, чтобы мне нарисовали, как-то там сделали, перманентный какой-то там, я уже не помню, брови, чтобы уже три года их не трогать. Так можно не красить. Это для меня мучительно. Вот. Так что... Ой, сейчас пойду что-то делать, потому что пока дети в школе, сегодня пятница, последний день, надо куча-куча дел сделать. Вот такое. Ирландия во всей красе. Смотрела прогноз. Дождя не обещала. Я в кофте. И... Ох, дождь. Ох, круто. Окей. Эмма, look on these letters. Мам, мы все сочинем? Yes. АПО. АПО. ЭПО. ЭЭЭЭЭЭЭ. ЭПО. БО. БО. БИ. БИ. C A, B, C Okay, Emma, what do you know here? Apple Apple, it starts with what? A Okay, Vena Cat, ball, a woman No, no, one Okay, a woman It's not woman Why? Because it's small It's not big That's girls Girl, but maybe her name is Beef It starts with what? B B, okay, Emma Banana It starts with B Okay, Vena One more Ball B, okay, what else you know here? Cat Cat, it starts with It starts with what? C C in the beginning of this word, it's pronounced like cat C, but cat, yes? C C C C Okay, what else? Vena, what do you know here? What is this? What is this? What is this? I don't know, I forgot Mouravei Ant Ant Maybe ant Ant, it starts with what? Lamp Ant, it starts with what? A A A Of course Emma, what is this? Lamp No, it's not lamp It's a fire Real fire here It's not lamp What is this? Vena, what is this? What is this? What is this? I don't know A It's a candle 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 I don't know Candle 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 In the darkness A A No, it starts not with A Yes, C Candle like cat And candle 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 Ok, one more What is this letter? Vena Wake up, lazy What is this letter? D D Emma What is this? A E F F Dinosaur Dinosaur Dinosaur, I don't know how it's pronounced D Dinosaur, it starts with D, yes, Веня Dog Dog, yes, it starts with what? It starts with what? D Dog Yes, it starts with what letter? That's very easy Because Dog D It starts with D, you need to say It starts with D, okay? Because Dog Okay, one more Look, look on, look on it Hey, hello Hello Okay, Emma What do you know here? A Egg Yes, egg It's not A, it's D D It starts with D D D How to do this? Oh, okay, let's get this E Egg starts with E D nozzle D D Red Very good D Is it starts with D Yes One more, Emma E ELEPHANT ELEPHANT Very good It starts It starts ury E Starts with E 他 From what letter it starts? Elephant. Elephant. Вене. His name is Floppy. Maybe. Or it's Floppy. Maybe he's Floppy. Чем он занимается, я не понимаю. Где-то в космосе. Веня у нас сейчас в космосе. Да, да, я в космосе. Значит, в следующий раз не будем смотреть фильм перед чтением. Сначала будем читать. What's his name? Floppy. Floppy. From what letter it starts? F. So easy. Yes, it's easy. Stop. This, I, that's now. Oh, really. Thank you very much. What is this? It's a... Feather. 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 It's a feather. 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 It starts from what? Letter. No. Feather. 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 Foker. People want once. показывайте показывайте ребят